Мой дружок пирожок, если ты заебался фармить бабки в жатээнлин, а денег все равно не хватает, то заходи в мою группу по прокачке. Бабки, опыт и полная прокачка перса. Делаем все быстро, качественно и безопасно. Прокачиваем как на ПК, так и на плойку с Хуаном. Заходи и заказывай, тем более на этой неделе действует мега акция на ПК. Ценник меньше, валюты больше. Заходи и заказывай, ссылочка на группу в описании. Привет, мой дружок пирожок. В этом видео я поделюсь с тобой своим мнением, когда же это Анлин перестала быть той игрой, которой мы привыкли видеть. Это касается как консольщиков, так и пекарей. Тут не важно что у тебя в руках, геймпад или клавиатура с мышкой. Мы порассуждаем, когда GTA Анлин свернула с дороги классики жанра в сторону фантастического боевика, и какую болезнь подхватила она. GTA Анлин. Давайте посмотрим, чем была наполнена GTA Анлин в самый разгар. На пике популярности, когда все мы с удовольствием заходили в игру, звонили друзьям в скайп, набирали еды, конфет, печенья, и долгими вечерами и ночами катали вместе. Так как я познакомился с GTA только на ПК, то для меня игра появилась на свет уже с ограблениями. Все потели, проходили все миссии с энтузиазмом, реально ощущался какой-то драйв, сплоченность, сложность, и в конце концов радость и разделение дохода от ограблений. Со временем это начинало приедаться, но все равно все формили ограбления, народ подключался охотно, все общались, было весело. Дальше ввели задание в свободной сессии, все, закончилась эпоха аэрдропа и налета на инкассаторские машины, свободные сессии наполнились народом. Все ждали нового задания, чтобы посоревноваться. В это время кто-то убегал от копов, кто-то пытался украсть лазер с военной базы, а кто-то ездил в центре города на танке, пытаясь найти жертву. Все это классика жанра. Летом все бегали на ограблении и время от времени собирались на своих тачках потолкаться в новых соревнованиях в свободной сессии. В октябре 15-го года Ламар открыл мир лаурайдеров. Это было что-то невообразимо крутое. Мало кто мог позволить себе полностью прокачанный лаурайдер, а миссии казались настолько сложными, что их приходилось перепроходить по несколько раз. Устраивали сходки на парковках, пляжах. Каждый показывал свою тачку, но находились умники с гранатами или на буззарде, которые обламывали сходку. Но и свой банковский счет тоже обламывали, так как за каждый лаурайдер пришлось платить несколько десятков тысяч долларов. И вот вроде бы совсем немного времени прошло и анонсируют обновление Большие Люди и Другие Бандиты. Это было реально роскошно. Все с открытым ртом смотрели на это обновление. GTA шагнуло от уличных бандитов, потипуло у рейдеров к королям города. Теперь можно купить пинхаус и даже выбрать внутренний интерьер. Это было просто охуенно. Но уже это одного дало понять, что в игре просто так не заработаешь. Ты просто не успевал заработать столько денег, чтобы потратить на недвижимость. Новые автомобили. И конечно же новую яхту, которую добавили тогда. Так закончился 15-й год. Новый год встретил нас новинками на День Святого Валентина. Некая отсылка к мафии. Винтажные автомобили и сама атмосфера 20-х годов прошлого столетия. И вкатывают новую обнову про лаурайдеров. Теперь еще больше автомобилей можно затюнинговать. Все охотно играют. Все просто заебись. Драки, перестрелки, гонки. Правильная анархия в сессии, в которой можно поучаствовать или противостоять ей. И тут выкатывают просто бомбу. Эра офисов и фарма ящиков. Тогда это казалось просто нереально круто. Можно легко поднимать деньги. Тратить их на безумно дорогие тачки. Но денег все нет и нет. Люди вкладывают бабки в игру. Формят. Все больше активности в открытой сессии. Каждый занимается своим делом. Кто-то пытается догнать груз. Кто-то вообще не понимает что там происходит. Но всем интересно играть в эту чертову игру. И тут первый симптом. Противоборство доминирования. Первый шаг к пиздецу. Говенному трэшу. И магии перевоплощения. Стирание границ реализма. Дан старт фэнтези в GTA Online. За это обновы лихачи и трюкачи. Не въебина дорогие неказистые тачки. Опять фантазия. Пусть не такая очевидная как в противоборстве доминирования. Но все же статус жанра пошатнулся. После этого выходят байкеры и снова GTA оживает. Целая культура теперь в он линии это замечательно. Нам дали попробовать другую сторону криминальной жизни. Теперь можно стать настоящим байкером и барыжить наркотой. Это продолжение линии новых приключений бандитов и мошенников. После снова фэнтези. Пусть это и ограничено только противоборством. Но очень странно восприняли люди Deadline. Да это было весело. Но ты играл уже не в GTA. А в какого-то Соника. Что-то непонятное. Но проехали. И просто удар в спину хейтерам. И импорт-экспорт. То обновление, с которого и должна была начаться GTA Online. Полное подтверждение классики жанра. Но у этого обновления и другая сторона. Это новый транспорт. Стоил он просто нереальные деньги. И это обнова, как лекарство, которое вылечило одно и погубило другое. Баланс свободных сессий. Раковые опухоли лимбовые техники стало зарождаться. Казалось бы, когда GTA Online с обновлением импорт-экспорт взлетела до небес. На самом деле она стала пожирать себя изнутри. И следующее глобальное обновление. Торговля оружием. Поражение раковыми клетками свободной сессии военной техникой. Из рождения главного врага баланса. Апрессора. Тогда для людей это был просто парящий мотоцикл. Которым тяжело было управлять. Он стоил много. Толку от него мало. Тут же вкатывают еще одно обновление. Контрабандисты. Обнова бездушного фарма и диких цен на бесполезную технику. Онлайн уже погряз в войнах. Нигде нет лаурейдеров. Люди пытаются спрятаться друг от друга в одиночных сессиях. Онлайн превращается в одиночную игру с нотками и корпоратива. Выкатывают еще одну грандиозную однову. Ограбление судный день. Фанаты опьяненные словом ограбление в названии начинают судорожно проходить и вливаться в эту атмосферу безумия космических масштабов. Напрочь стерты все классические режимы. Теперь мы уже не просто бандиты или байкеры, а стратегические единицы по спасению мира. И та фантастика из противоборств стала пробираться в свободную сессию. В лице летающих, плавающих, стреляющих машин. Это как форсаж, первые части, это душевные покатушки и ловстари. Последние части, спасение мира и летающие танки по пустыне, на льду и в небоскребах. Дальше еще хуже. Под видом отличного обновления про ночные клубы с отсылками на четвертую часть GTA, нам впаривают микрообновления про хакеров, где и появился этот монстр. Апрессор Марк 2. Баланс полностью уничтожен. Что-либо делать в игре не имеет смысла. Старым игрокам все надоедает. Новые рвут волосы на голове от бесконечных звонков. Уведомление. Кто купит лук? Кто спасил? Привет, Кусин. Тебе пора раскошелиться на бункер. Ты пытаешься отключить эти звонки. Над головой летают эти апрессоры. Ракеты. Взрывы. Кругом копы. И тут звонок. Тебе нужно купить террор байк. Блядино. Отключись. Ты не понимаешь куда попал. Ломаешь сейси. И ты один. Тебе спокойно. Но ты не вжатый аэнлин. Ты в одиночной игре. И тебе комфортно только тут. Ты занимаешься однотипным фармом. Пытаешься заработать на другой вид фарма. Сливаешь все деньги туда. Снова фармишь. Начинаешь понимать, что тратишь больше чем зарабатываешь. Зарабатываешь. Бесконечный выбор автомобилей. Все однотипны. И чем дороже, тем хуже. Ты не можешь найти себя в этой игре. Заходишь в гонки. Покататься по кислотным трубам. Пытаешься скинуть кого-то с цветного круга, который завис в воздухе. Никакого реализма. Возвращаешься в онлайн и видишь этот пиздец. Кто-то из зеленых пытается доставить груз. Но их уже поджидают на чертовой военной технике. Раковая опухоль разрослась до масштабов города. И если начать резать, то можно уничтожить все. Но химиотерапия может и поможет. Под видом химиотерапии можно подразумевать несколько нововведений. Не все они могут оказаться полезными или эффективными. Но с тем, что сейчас творится в открытых сессиях необходимо бороться. Итак, путь исцеления таков. Можно ограничить количество военной техники в сессии. Например, ты не можешь взять опрессор Марк 2, если более двух человек уже владеет ими в данный момент. А если твой опрессор взорвали или ты сам уничтожил его, то новым можно будет доставить в террор байт или гараж только через игровые сутки. Различные военные техники присвоить класс опасности для обычных бандитов и мошенников и выпускать так сказать на линию в ограниченных количествах. Это разнообразит онлайн и обезопасит его. К примеру, уже двое катаются на опрессорах. Ты можешь выкатить тампу с оружием. Таких в сессии может быть к примеру 5, польских танков 3, ну я думаю суть ясна. Но это может не понравиться многим, поэтому можно также ввести новые сессии. Есть закрытые, с друзьями, банды. Также можно открыть виды сессий по уровням. Например открытая сессия третьего уровня. Разрешается только стандартное оружие, без использования модификации Марк 2 и всей военной техники. Катаешься на обычных тачках, стреляешь из обычного оружия, возишь грузы спокойно, но зарабатываешь с этих грузов обычную ставку, как все привыкли. Открытая сессия второго уровня. Разрешается оружие Марк 2. Запрещен такой транспорт, как и пристар всех модификаций. Некоторые транспорты за обновление торговли оружием и судный день. Думаю тут суть тоже ясна. То есть военная техника есть, но в пределах реализма. Тут можно фармить больше денег, например со ставкой 1 и 5. Ну и открытая сессия первого уровня, где нет никаких ограничений. Фармить можно со ставкой x2. То есть все, что ты делаешь в открытой сессии удваивается на 2. Но нужно проработать алгоритм свободных сессий, чтобы не получалось так, что создается 10 сессий по 3 человека. Лучше пусть будет 3 сессии по 10 человек. А если вы оказываетесь один в сессии, то автоматический коэффициент фарма падает до одного. Естественно продумать это нужно более досконально. Чтобы не получалось так, что человек фармит в полной сессии на первом уровне, а продает груз в одиночной. То есть делать тематически открытые сессии, где люди сами бы решали, что можно делать, а что нет. В открытой сессии разумеется. Ну а если ЖТА продолжит быть той помойкой, которой она сейчас стала, то ее ждет закат популярности и полное затухание. Всем ББ, всем ГГ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!